Привет! Селезневый Артём. Коротко о сути работы YouTube. Форум умер. Вообще, форумы умерли в том виде, в котором они были раньше. Частично это связано с тем, что текстовая информация уже не так интересна людям. Она была актуальна в те времена, когда трафик интернетовский был очень дорогой. И можно было только текст и максимум картинки. Тогда же и появились GIF-анимации. На самом деле GIF-анимация это просто была замена видео формату. И вот, когда уже есть YouTube, блоги на форумах умирают. Не могу сказать про другие, такие как LiveJournal, например, площадки. Конкретно сравниваю YouTube и сравниваю форумы. Вот, пожалуйста, что мы имеем. Допустим, это обычный форум. Город Черкассии. Население 300 тысяч человек. На форуме 80 тысяч подписчиков. То есть, уже задается вопрос. Это очень мало даже для хорошего блогера на YouTube. Итак, смотрим. Меня зовут Селезнев Артём. Здесь вот, как мы строили офис адвоката Блох. Вот он, родимый. Что мы имеем? Открыт он более чем год назад. 14 мая 2015 года. 210 сообщений. И на данный момент 10 тысяч просмотров. 10 280. Открываем его. Вот, в самом начале здесь просто какие-то события за день я описывал. Ну, вначале там знакомил людей. Вот мы начинали строить в таком вот записанном угле, почти закаканном, офис. Начали копать, начали делать фотографии. Вот, народ тут, естественно, начал возмущаться. Все неправильно, все не так, как надо. В общем, активно велась дискуссия. Очень активно. Тут нас ругали, как только могли. На данный момент 22 страницы. Там около 20 сообщений на каждую страницу. Ну, это на старом, правда, движке. На новом я еще не знаю. Новый движок обновился. И вот сейчас вот такие вот фотографии я забрасываю. Вот, какое-то сообщение. Они уже поставили бордюр. Как это прекрасно. А то ничего не менялось прям со временем моего детства. И фотографию. Это новая страница. Вот предыдущая фотография. Вот такие вот офис. То есть, что происходит на офисе. Фотографии. То есть, что-то делается. Раз, фотографии какой-то текст. Фотографии какой-то текст. И вот видно, что здесь пишу только я. Больше уже никаких хейтеров нету. Никто не ругает. Как только офис стал красивым, уже начались наружные делочные работы. Когда внутреннее показал, все. Хейт прекратился. Это самый популярный блог на форуме в строительном разделе. Я уже обогнал там по просмотрам другие популярные. Ну, сейчас мы посмотрим. Сейчас проанализируем работу. То есть, понятно. Обычный блог. Немножко текста, фото. То есть, события за день. Что произошло за неделю. Значит, 10 тысяч просмотров. Мини-сотни просмотров в день. Что есть еще похоже? Что вообще тут популярно? Ну, вот, например, тема, которую я же создал. Наштем селезнюю. Консультации по ремонту, строительству, стройматериалам и так далее. Еще. Е-мое. Еще в 2009 году. Вот. На данный момент 72 тысячи. То есть, сколько лет уже прошло? 72 тысячи. А этот за год все в 10 тысяч набрал. Причем там в основном я один пишу. Мало кто помогает. Здесь же, конечно, 2200. А, ну, вот, сообщений, грубо говоря, в 10 раз больше. То есть, если бы в 10 раз больше просмотров сравнивать, то тут даже по просмотрам на комментарии выше статистика идет. Потом дальше. Мебель своими руками. Также тему за 13-й год. То есть, уже такая старенькая, могли ее просматривать временами. Вот, близко подошла тема 6700 за 12-й год. То есть, сейчас будет интересный момент. Это я просто вот немножко размер пиписки показываю. И в чем дело. Эту тему, помню, я притянул и объединил еще несколько тем. Тут 34. Тоже 10-й год, 34 тысячи. Значит, что еще? Что еще? А, ну, вот это вот поэтапный ремонт квартиры. 12-й год, 325 сообщений, 2000. Там тоже вот фотографии. Это тоже на самом деле блог. Ну, я знаю этого чувака. Он занимается ремонтами. Мы так лично знакомы тоже. Он был модератором, как и я был модератором. Мы вместе делали этот строительный раздел на городском форуме. Он выкладывал фотографии прямо со всяких строчей, как срывались обои, все ломалось, крошились стены, делались штробы. И потом, конечно, в конце все было красиво. Но он воспользовался еще своими возможностями на тот момент. И тема вот сейчас, она как важная, помеченная, она прицеплена. То есть, она всегда здесь висит. А у меня уже, на этот момент, когда я делал, у меня не было таких возможностей. С меня уже сняли эти погоны модераторские. Но тема, тем не менее, постоянно висит в топе, так как... Ну, то есть, я не злоупотребляю совершенно этими модераторскими возможностями. Но тема висит в топе среди вот таких вот неприцепленных сообщений. Потому что каждый день я забрасываю фотографию и пишу коммент. Если кто-то что-то пишет... А просто как получается? Если я сделаю комментарий, и в течение, по-моему, 12 часов, сейчас я еще не привык к этому. Ну, так было. В течение 12 часов я еще делаю одну тему, например, с фотографиевым текстом. Она прилепливается к этому. То есть, это не разное сообщение получается. Это очень неудобно. Это сделано как ограничитель спама. Но если кто-то пишет, тогда вы можете снова ставить еще. Я тоже так вот жду людей, хейтеров хотя бы. И сразу же пишу тогда свой комментарий и свою свежую фотографию ставлю. Ну, людей это раздражает и не перестают писать всякую грязь. Да. Ну, таким вот образом это все время держит в топе. Ну, что тут еще? Вот 17 тысяч солнечных. Ну, это тоже я создал эту тему еще в 2011 году. То есть, благодаря времени она набрала все. Более ничего такого популярного мы тут и не видим. Это форум 88 человек. Строительный раздел. Заходим на YouTube. YouTube, что интересно. Вот строительство АЭС. Это вот, ну, моя рожа, понятно. Тут вот Саня Абадашка. Рассений Селезнев, Зверобой. Вот они же и на меня подписаны. Значит, в чем фишка? Дело в том, что и блог на форуме, и вот этот YouTube, они практически вместе стартанули. И вот смотрите возможности YouTube. Ремонт насоса отопления своими руками. 48 тысяч просмотров с половиной. За 9 месяцев срок. Замесить раствор вручную. Как сделать горцовку для стяжки? Там написано. 18 тысяч 700. За год, за год. То есть, смотрите, ну, понятно, это наш объект. Вот он. Внутри наш объект. Тоже, те же самые стены. Здесь все видно и понятно. 15 тысяч просмотров. Привезли цемент, да? Воспользовались моментом, включили телефон. Причем, вот эти три видео, они сделаны вообще в разрешении 640 на 480. Ну, кроме вот этого первого за насос. Насос там Full HD. А здесь 640 на 480. Ужасный микрофон, но тоже 10 тысяч просмотров. Вот только одно даже это видео намного больше набрало, чем вообще весь блок на форуме. За весь год. Ну, за тот же период. Простой электрокотел. Вот я уже начал делать превьюшки нормальные. Это уже осенью было. Тут пишет. 8 месяцев тоже 10 тысяч набрало. Это на втором этаже мы разбирали поддоны. Я решил не работать. Устал как бы. Ну, после смены там. Мы же по выходным это делали. Сеня работал. Я типа как бы снимаю видео. 10 минут. Я потом его ускорил. Сделал как таймлэпс. Вот 7 тысяч набрало. Ну, это уже Арсений делал котел. Рассказывал видео. Я брал его видео. Перезаливал. Все. 5,5 тысяч просмотров. Колотим лопатой. Мешалку не привезли. Колотили лопатой. Арсений колотил. Я снимал видео. 3,800 просмотров. То есть, понятно, да? Суть вещей. Ну, все на объекте. Вот это вот в селе видео было. Ну, тоже почти 3 тысячи набрало. Скоро 3 тысячи будет. Вот в селе 2 тысячи. Вот. Ну, в селе. На объекте. Понятно, на объекте. Тоже видно, что на объекте. Здесь просто смешной момент был. Снимали на видео 2 тысячи просмотров. То есть. Понятна суть. Возможности YouTube без пиара. Без раскрутки. Давайте общие просмотры. Еще раз глянем. 179 с половиной тысяч просмотров. Ну, тоже, да? Блох. 14 мая сделан. Это 11 марта. То есть, 2 месяца разницы. Но, тем не менее, невероятно большой отрыв. По возможностям. Поэтому, форумы умерли. Даже с вот такими вот красивыми фоточками, которые я на форуме до сих пор забрасываю. Все равно, по возможностям, по общению с аудиторией, по статистике, вы смотрите всю свою статистику. Форум накрылся медным тазом. Ну, все. Это не только у меня там. Много каких возможностей. Вот на Facebook. Точно так же типа блога. Только целая группа. Она у нас как блог. Шакалья стая называется. Ну, видно тот же наш объект на обложке. Нарисован. Те же чуваки. Вот. Сеня, Арсений Зверобой. Саня Бадашко. Сергей Гартингер. Это соучредители. Наша банда. И остальные люди, которые вот сами тут. Даже вот новый какой-то есть. Ну, сами подключаются, смотрят. Наш YouTube канал. И тут тоже вот так вот. Постим фоточки. И все. Ну, здесь, конечно, мы никакого не пиарим. Он крутится хуже. Потому что если делать с этой группой репосты к себе. Вот каждый соучредитель делал бы просто репосты. Мы бы гораздо больше набирали. Ну, не знаю, как дальше работать. С YouTube намного проще. Тут сам себе. Залил все. Залил. Новое видео. Мало просмотров набирают. Ну, какие-то есть там. Неплохо набирают.